Привет, друзья! Прошу меня извинить, но для экономии времени я буду читать текст. И каждое слово в нем имеет значение. Я Александр Семенов, президент Ассоциации экологии Непознанного, который работает уже более 30 лет. Я являюсь также профессором и членом президиума Академии геополитических проблем. Я 45 лет нахожусь в сфере изучения так называемых аномальных явлений, в том числе и НЛО. И лично знаком с основными учеными, специалистами, исследователями, которые фактически создали основу отечественной уфологии и внесли свой вклад в уфологию мировую. Около 15 лет при работе еще в группе пионеров советской уфологии Феликса Юрьевича Зигеля я, как и большинство исследователей, полагал, что чем больше будет наблюдательных данных об НЛО и чем надежнее будут свидетели их появлений, тем быстрее государственные органы перестанут замалчивать и засекречивать информацию о них. Тем быстрее начнется полномасштабное научное изучение феномена, а средства массовой информации прекратят не заводить его изучение до уровня простой любознательности. И вот тогда-то мы познаем природу феномена НЛО, наверное, связанную с его внеземным происхождением. Я, как и многочисленные российские и зарубежные исследователи, надеялся, что официальное научное признание НЛО стимулирует продвижение человечества во Вселенную, облегчит контакт с братьями по разуму, расширит наше знание о мире, даст новый способ улучшения жизни людей. Но этого не произошло. Более того, официальный научный мир решительно дистанцировался от рассмотрения проблемы, записав его в лженаучные. Государственные структуры приняли обет молчания, а СМИ продолжали освещать проблемы в поверхностном, вульгарном виде. И это несмотря на то, что сотнями серьезных неформальных объединений во многих странах мира за несколько десятилетий накоплено массивы тысяч, сотен тысяч случаев надежной фиксации НЛО. Вдобавок, в общественное потребление стали периодически выбрасываться рассекреченные, хоть и выморанные архивы наблюдения НЛО, сбор которых давно велся в закрытом режиме некоторыми государственными структурами ряда стран. Правда, методы математической статистики, корреляционный и регрессионный анализ более 30 лет назад уже позволили выявить несколько особенностей феномена НЛО, которые объективно говорят о присущем только ему наборе свойств, одинаковом для разных регионов мира. Но, однако, ничего однозначно определенного о природе НЛО, в научном плане, на основе всех накопленных архивов и проведенных расследований, сказать до сих пор невозможно. Кроме одного, феномен объективно существует. вопрос стоит не о реальном существовании и присутствии феномена НЛО на Земле, а о том, как нам, человечеству, на него правильно реагировать. НЛО связано с деятельностью внеземных цивилизаций. Это самая очевидная версия. Выточнение, соображения другие сейчас не так уж важны. НЛО посланца других планет или других пространственно-временных областей или миров иной мерности – это неважно. Представляется, что сейчас правильнее было бы говорить об иномирянах. Из уфологических аналов следует, что к цивилизации иномирян несколько. Описание вида и свойств их представителей носит, по сути, литературный характер. Но важно, что в этих описаниях, базирующихся на так называемых контактных историях, есть общее. Среди иномирян нет тех, которые относились бы к нам враждебно или агрессивно. Встречаются описания безразличного отношения к людям. Есть нейтральные, есть хорошие отношения, но нет враждебно-агрессивного. И за все время общения с иномирянами самых разных контактеров не было ни одного свинча предъявления земной цивилизации каких-либо ультимативных требований, условий. Со стороны иномирян не исходило ни одного намека на враждебность или агрессивность. Не зафиксировано также ни одного случая намеренного целенаправленного нанесения и намерянными вреда людям. Случаи воздействия на лунотехнику имели место, чаще всего, как ответные реакции на действия людей. В 1977 году на 33-й Генеральной Ассамблее ООН рассматривался меморандум и куфон, посвященный этим воздействиям. Но в дальнейшем, при объективном изучении подобных случаев, стало ясно, что пострадавшие свидетели, часто военные, по незнанию оказались в зоне действий силовых или иных полей, присущих НЛО, и невольно нарушали неизвестные землянам правила техники безопасности при контактах с НЛО. НЛО не спровоцировали ни одного военного конфликта. Их присутствие вблизи военных или секретных объектов носит характер контроля, но никак не указывает на их опасные для персонала и техники намерения. А вот случай, когда именно присутствие НЛО в районах базированных стратегических систем обнулило вероятность боевых пусков ядерных ракет, имели место и в США, и в СССР. Нельзя также забывать, что любые детали поведения иных субъектов, например, животных, мы, люди, воспринимаем лишь через призму наших собственных устоявшихся представлений и склонностей, в том числе по поводу агрессивности, враждебности, зла, добра, страха, самозащиты и прочее. Нет никаких оснований считать НЛО и представителей внеземных цивилизаций, враждебно или агрессивно настроенных по отношению к землянам. Проявление феномена НЛО носит исключительный мирный характер. Ну, вот мы и дождались. Феномен НЛО, который лет 70 не воспринимался всерьез, не стал важным предметом изучения мировой науки, феномен, фабулу которого использовалось для съемок триллеров о плохих инопланетянах, оказался востребованным, причем на официальном уровне Конгресса США. Он может пригодиться при разыгрывании, по выражению фон Брауна, последней картой, то есть для реализации четвертого этапа прихода к новому мировому порядку. Согласно законопроекту о крупных расходах, подписанном президентом США 27 декабря 2020 года, министр обороны и директор национальной разведки должны до июня 2021 года доложить комитетам Конгресса по разведке и вооруженным силам то, что их ведомства знают об НЛО. Пентагону надлежит предоставить отчет о неопознанных воздушных объектах и явлениях, который должен содержать подробный анализ данных об НЛО, собранных в Управлении военно-морской разведки, целевой группы по неопознанным воздушным явлениям и Федеральным бюро расследований. Пентагону надлежит выявить любые потенциальные угрозы национальной безопасности, исходящие от НЛО, а также оценить, мог ли Китай и Россия стоять за такой деятельностью. Отчет должен быть открытым, но может содержать секретные приложения. Такая формулировка поручения президента делает вероятными следующие шаги. Военные разведывательные структуры США подтверждают наличие целого спектра выявленных ими потенциальных угроз от НЛО. Ведь на протяжении многих десятилетий деньги налогоплательщиков с бюджета США уходили на финансирование проводимых в закрытом режиме непризнанных проектов особого доступа. Мировые СМИ начинают массовую обработку населения планеты. Осуществляется имитация вторжения инопланетян. НЛО объявляются врагами человечества. Военно-промышленный комплекс США получает заказы на разработку и производство новых систем оружия для компенсации угроз от НЛО. К оборонным программам США присоединяются страны-партнеры, представляя свои финансовые, технические, военные, территориальные, сырьевые, политические и иные ресурсы. Россия, Китай и другие неприсоединившиеся страны объявляются предателями человечества. Против них вводятся жесткие политические, экономические, информационные, военно-космические и иные санкции. Создается глобальный оперативный штаб по отражению угроз НЛО. Избирается единоличный командующий планеты. Роль организации объединенных наций пересматривается и практически обнуляется. Властные полномочия осуществляет управленцы глубинного государства. Для обслуживающего элиту населения создается в меру сытый компьютерный концлагерь. Начинается вывод систем оружия в космос. Под угрозой применения оружия из космоса осуществляется управление деятельностью большинства народов планеты. Вероятность глобального военного конфликта достигает предела. При чем здесь, собственно, феномен НЛО? Да ни при чем. Просто нужен был удобный предлог. А теперь особо важное. В Советском Союзе была начата, затем продолжена и модернизирована разработка методологии для вступления в контакты с представителями, скажем так, высших разумных сил космоса. Была поставлена задача добиться двустороннего содержательного общения с ними. Цель получения не каких-то сиюминутных ситуационных подсказок или новых технологий, но знаний о краеугольных фундаментальных законах Вселенной, об основных принципах, на которых строится мироздание. Идейной и научной базой по постановке такой цели явились изыскания великих мыслителей русских космистов 19-20 веков, таких как Бердяев, Лоренский, Циолковский, Вернадский, Чижевский, Козырев, Казначеев и другие. Цель была достигнута. Среди многих поднятых при указанном общении тем был вопрос о возможности внесения в космическую среду такого привычного для землян атрибута как оружия. Ответ последовал незамедлительно. Он был жестким, абсолютно однозначным, не допускающим никаких двойных трактовок. Выводить любое оружие в космос нельзя. Нельзя никогда, ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах. Если любое средство воздействия системы оружия, предназначенное для причинения вреда или гибели любому объекту или субъекту будет размещено в какой-либо области космоса, то в соответствии с фундаментальными принципами поддержания гармоничного мироустройства мгновенно запустится механизм ликвидации не только этой области, но и гораздо большего объема пространства. Так Вселенная с максимальной надежностью избавляется от единичной злокачественной так сказать клетки своего безгранично великого организма. Если люди разместят оружие в околоземном пространстве, неизбежно перестанет существовать не только планета Земля, но и вся Солнечная система. Как тут не отметить, что и советское, и российское руководство на протяжении десятилетий неизменно, твердо отстаивало и отстаивает в настоящее время принципы исключительно мирного освоения космического пространства. Мирные люди планеты Земля назначительно больше, чем горстка тех, кто хочет установить на Земле космическую диктатуру. Будьте бдительны, требуйте абсолютного запрета на вывод оружия в космическое пространство. Спасибо. Спасибо.